Итак, это все-таки случилось. Причем, вопреки мнению скептиков, все оказалось гораздо проще, чем представлялось с самого начала. И чтобы далее не говорили прожженные политики в своих речах, лукавых, факт остается фактом. НАТО прогнулось. Речь о тройственном соглашении, подписанном 28 июня между Турцией и Швецией с Финляндией. Хотя по официальной версии западной пропаганды, это исторический меморандум о взаимном уважении национальных принципов безопасности, который снял последнее формальное препятствие на пути шведов и финнов в Североатлантический альянс. Говорится, что скандинавы и турки согласились оказать поддержку против угроз безопасности друг друга. Но в действительности этот договор – полный триумф турецкого президента Раджепа Эрдогана, который буквально выкрутил руки западным демократиям. Вот на что фактически полностью подписались Швеция и Финляндия. Первое. Хельсинки и Стокгольм согласились сотрудничать с Анкарой в борьбе с курдскими формированиями. Второе. Швеция и Финляндия договорились отменить эмбарго на поставки продукции оборонной промышленности Турции. И это касается всех стран-членов альянса, исходя из принципа равных условий. Третье. Все три страны создадут механизм для обмена информацией в борьбе с терроризмом. То есть, по факту, с курдами, которых террористами считает только Анкара. Сверх того, самые демократичные страны Европы уже готовятся тайно выдать Турции тех курдских лидеров, которые им доверились. По сути, Раджеп Эрдоган получил все, что хотел. И зеленый свет его спецопераций против курдов де-факто открыт. Напомним. Ранее турецкий президент заблокировал принятие новых членов в НАТО, обвинив Финляндию и Швецию в предоставлении убежища курдским повстанцам, которые, по версии Анкары, ведут вооруженное восстание против турецкого государства. Естественно, в Хельсинки и Стокгольме считали иначе. Но быстренько пересмотрели свое мнение под натиском турецкого лидера. Впрочем, у него вряд ли вышло, не окажись Вашингтон и Брюссель, перед необходимостью продемонстрировать в расширенном составе единство и силу российскому президенту Владимиру Путину прямо сейчас. На какие еще подлости и глупости пойдет Запад, чтобы ущемить Россию? Скоро узнаем.